Бой получился очень интересным и интригующим, именно благодаря тому, что не все пошло по плану Владимира Кличко, да, то есть он там не ожидал некоторых вещей, как мне показалось, и особенно начало боя его где-то обескуражило, пропущенный джеб, когда ему немного пошатнуло, он начал искать, в общем-то, где-то ближнюю дистанцию, где-то клинчевать. Владимир сразу начал включать тяжелую артиллерию, понимая, что уже надо пускать ее в ход, Пулев достаточно опасный соперник, и поэтому мы увидели столько падений Кубрата Пулева, вот, но в любом случае Кубрат Пулев показал достойный бокс, и то, что он достойный соперник, и я вот слышал, что в Америке очень многие на телеканале HBO были, в общем-то, не то что удивлены, а рады тому, как провел бой Владимир Кличко, потому что они подписали с ним контракт, на самом деле, и, ну, многие, наверное, знают, что телеканал HBO – это крупнейший канал, там, с большими финансовыми возможностями, и вообще с возможностями договариваться о поединках, и вот, насколько я понимаю, именно канал будет принимать участие в переговорах и договариваться, чтобы бой Владимира Кличко с владельцем титула WBC состоялся, это будет объединенный бой за титул абсолютного чемпиона, это уже все давно ждут в супертяжелом весе, это будет действительно мега-файт, вот, единственное, кто будет соперником, пока мы не знаем, сейчас там Бермейн Стиверн, чемпион, он встретится с Деон Тайм Уайлдером, и там что-то не получается уже длительное время договориться, вот, ну, они должны были вроде как в декабре боксировать, сейчас, насколько я слышал, бой опять перенесли. Из тех соперников, которые на сегодняшний день есть в супертяжелом весе, матч-реванш с кубратом Пулевым намного интереснее, чем реванш с тем же Поветкиным. В поединке с Поветкиным там все ответы мы получили, и какой-то интриги в реванше, как лично для меня, нет. Да, мы будем все его смотреть, все равно интересно, но намного интереснее было бы снова с Пулевым увидеть бой.